Друзья, всем привет! С вами снова Роман Щегло и канал Время, Деньги и Еда. Хотели борщ? Сегодня будет борщ. Приблизительно, как готовила моя бабушка. Я буду использовать свиные ребра. Мясо должно быть обязательно на кости. Почему? Потому что кости дают специфический вкус и аромат. Это обязательно для меня. И как всегда, по формату нашей передачи нам нужно что? Правильно, взвесить наши ингредиенты. Поехали. Свиные ребра. 982 грамма. Дальше берем картошку в этой же пиалочке. 430 грамм картошки. Свекла. 309 грамм. Дальше. Для подачи нам нужно 5 кусочков бородинского хлеба. Капуста. 384 грамма. Фасоли. 201 грамм. Дальше. Пару ложек томатного соуса, томатной пасты. Кому что нравится. 83 грамма. Сметана. Опять же, по вкусу кто-то любит сметану, кто-то любит без сметаны. Но посчитаем. 81 грамм. Сок половинки лимона. Здесь у нас 74 грамма. Сахара 26 грамм. Но я не уверен, что он нам понадобится опять же весь. Горчица это для вкуса, для сала, для хлеба 18 грамм. Пару зубчиков чеснока. 14 грамм. Дальше. Перец болгарский. Смотрите, я точно знаю, что нам нужно будет его половина, поэтому поделим на двое сразу. 158 грамм, 160 грамм. Округлим на 2. 80 грамм болгарского перца, потому что мы будем использовать половину. Дальше. Лук репчатый. Три небольшие луковицы. По весу это будет 238 грамм. Дальше. Морковь. 128 грамм. Две небольшие или одна большая. Дальше. Лук. По вкусу, кто любит с луком, кто любит с луком. 18 грамм зеленый. Укроп. 15 грамм. И перец острый. Нам он точно этот весь не понадобится. Нам понадобят пару грамм его. Тут 7 грамм, но мы отрежем сколько нужно. Сало к борщу. Это для меня самый необходимый ингредиент. Я думаю, оно уйдет все. 110 грамм. Все. Вот и все продукты, что нам нужны, чтобы приготовить вкусный, офигенный борщ. Включаем секундомер и начинаем готовить. Полетели. В первую очередь я начинаю готовить борщ с мясом. Поэтому что мы делаем? Берем мясо, салфетки. Обязательно это все промакиваем, чтобы наши ребрышки не стреляли на сковородке. Если вы не промокнете мясо, оно будет влажное. То когда вы положите его на раскаленную сковородку, оно будет вам стрелять горящим маслом. Оно вам надо. Все. Нарезаем наши ребрышки по косточке. Потому что когда оно подварится, оно потом легко будет отделяться от кости. Вы косточку с легкостью можете вытянуть. Она уже будет практически надрезана. Поэтому я режу его по косточке, ребрышки. И они получаются порционными. То есть вы насыпали борща в тарелочку, положили там пару ребрышек и все. И порция. Так, все. Ребра мы порезали. Теперь мы включаем нашу мирту. Буквально чуть-чуть обжарить, чтобы они взяли с чуть-чуть небольшой корочкой. Не нужно их выжаривать очень-очень сильно. Как для лагмана или же там еще для плова, как вы обжариваете, чтобы получилась хрустящая корочка прямо. Нет. Здесь вот чуть-чуть, чтобы убить вот эту сыринку. Потому что нам нужен еще будет наваристый вкусный бульон. Поэтому мы их вот так вот клац. Уже пошел запах жареного мяса. Это уже вкусно пахнет. Но до борща нам еще далеко. Стараемся со всех сторон обжарить, чтобы не было сырого мяса. Так, этот кусочек уже все. И мы его в кастрюльку. Все. Убираем, чтобы наша сковородка не горела. Смотрите, вы должны воды налить с учетом того, что часть воды испарится. И с учетом того, что вы будете добавлять туда другие ингредиенты. Когда мы уже поставили вариться бульон, очень важно, что я делаю. Добавляю еще сырую луковицу. Почему я это делаю? Потому что тогда бульон получается тоже насыщенный овощами. Когда вы лук обжариваете и добавляете уже в зажарке, ну, это поверхностно для меня. Бульон не насыщается. И точно так же добавляем морковочку. Оп, оп. Когда бульон будет готов, мы лук и морковку целую из бульона заберем. Бульон у нас варится. Мы приступаем к чему? К буряку. Потому что буряк, он твердый. Чтобы он приготовился хорошо, протушить немного отдельно. Кто-то трет буряк на терку. Но так делают женщины. Мужчины режут и морковочку, и бурячок. Как мы режем? Соломочкой. Если у вас есть слайсер такой, знаете, то вы можете на нем. У меня его нет, поэтому я все делаю ручами. Главное, чтобы вы слайсы отрезали одним размером. И чтобы соломка у вас была одним размером, чтобы вы ее равномерно протушили. Я режу его не сильно длинной соломкой, для того, чтобы, когда вы будете кушать, не свисал с ложки и не тянулся. То же самое с капустой. Многие режут длинной такой соломкой капусту, буряк. Но потом его неудобно брать в ложку. Он выпадает, там валится. Можно было бы порезать, как я и говорил, вот так вот вдоль, и тогда соломка будет длинная. Но я режу чуть-чуть поперек. И соломочка получается короткая. Честно говоря, я не помню даже, когда я первый раз приготовил борщ. И я даже не помню, честно говоря, какой он был на вкус. Но знаю точно, что я пробовал борщи готовить по разным рецептам. И за долгие годы, как говорится, приготовления этого блюда, я уже выработал тот рецепт, который действительно нравится мне и моим близким. Но все же я не могу забыть и помню вкус бабушкиного борща и вкус маминого борща. И это, к счастью, два разных борща. Не хуже и не лучше. Они каждый по-своему очень вкусные охеренны. Так, все. Смотрите, что мы дальше делаем с бурячком, с нашей свеколкой. Я туда, за сотейником. Сюда немного оливоча. И теперь мы сюда добавляем. Мы бурячок не просто тушим, мы туда добавим немного соли и сахара. Где-то чайную ложку. Для чего? Для того, чтобы бурячок хорошо протушился. Отдал свои ароматы и вкусы. И был у нас мягенький и тушеный. Все, воды мало. Мы сюда добавляем воды. Бурячок тушится. Мы его даже можем накрыть крышкой. Подойдет, подойдет. И теперь мы снимаем пену. Снимаем пену, снимаем пену. Дальше. Бурячок у нас тушится. Бульон у нас варится. Бульон нужно посолить. Хорошенечко мы его подсаливаем. Подсаливаем. Все. Так. Бульон варится. Варится. Буряк тушится, тушится. Дальше берем, режем морковку. Где мой нож? Морковку, как и бурячок, я тоже режу на соломку. Не люблю тереть на терку, потому что хочу, чтобы это было красиво и вкусно. Морковка у нас порезана. Тушится бурячок. Ой-ой-ой, как классно. Он уже такой на подходе. Я люблю болгарский перец в борще. Нам нужна половиночка. Мы сделаем вот так вот раз. И сделаем вот так вот два. Все. Это мы убираем. Пригодится для шакшуки. Моя жена просит приготовить шакшуку не только на завтрак. И если вы перейдете по ссылочке, то вы тоже увидите, как можно приготовить шакшуку. Перчик мы тоже нарезаем соломкой, чтобы он тоже не выпадал из ложки, когда мы будем кушать. Думаю и слышу по аромату, что наш бурячок практически готов. Выключаем и пусть стоит дальше. Пока мы дорежем перчик. Сейчас мы будем делать зажарочку к борщу. Зажарку будем делать, как делает моя мама. Мама делает зажарку на сале. И мне это очень нравится, потому что это добавляет, ну, такой плотность, жиринку, что ли. Я не знаю, кусочки мелко выжаренные, кусочки сала в борще. Мне это нравится. Но бабушка делала борщ в печи. Это незабываемые ароматы и вкусы. Дальше, что мы делаем? Нарезаем сало. Клац. Вот смотрите, три кусочка для зажарки нам хватит с головой. Оно уже мягкое, но чтобы его потом нарезать к подаче, мы его отправим в морозилку. Пусть замораживается. Вот салка для зажарки мы будем нарезать кубиками. И точно так же, небольшим кубиком раз. Глядя на сало, глядя на ребрышки. Я не могу сказать, что это блюдо легкое и диетическое. Но это офигенно вкусно. Дальше. Лучок. Нарезаем кубиками, как салка. Клац, клац, клац. У нас прошло сколько нам времени? 43 минуты. Мясо, наверное, еще не готово. Сейчас посмотрим. Вкусно, с сыринкой, но еще нужно повариться. Короче, что мы делаем? Бурячок у нас готов, и мы его снимаем, и пока отставляем. Когда я режу картошку в борщ, на самом деле у меня всегда легкая дилемма. Я люблю, когда картошка нарезана маленькими кубиками. А жена моя любит, когда картошка, если она молодая или целая, или если она уже не молодая, то половинками порезана. Но ничто мне не мешает угодить и себе, и жене. Поэтому для жены я беру вот так вот делаю. Раз. И два. Для себя я порежу картошечку тоже или кубиком, или маленькой соломкой. Вот так вот. Раз, два, три. Клац, 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 клац. Когда будете забрасывать картошку, учитывается, что вот так и вот так она варится разное количество времени. Поэтому эту можно забрасывать уже раньше, потому что она будет вариться дольше, и она не разварится, и не даст вот этой мутностью борщу. А эту картошку нужно бросать немного позже, потому что она сварится быстрее, гораздо быстрее. Поэтому эту картошку, я думаю, мы можем уже забросить. А остальную мы забросим чуть-чуть позже. Можем приступать к зажарочке. Нам нужна сковородка. Мы берем нашу сковородочку, где обжаривались наши ребрышки. Помните, вот здесь остались мясные соки. Буквально чуть-чуть добавляем подсолнечного масла, капельку-капельку, чтобы не горело. И включаем, разогреваем и добавляем наше сало еще. Все. И салка начинает вытапливаться. Вот когда шкварчит салка на сковородке, я вспоминаю маму и бабушку. А потом я еще покажу, что я делал. Я просто уже этого момента жду. Салка должно вытопиться. Я не люблю, когда оно мягкое в борче. Вот видите, уже когда сало становится золотистым и хрустящим, уже все, оно вытопилось. Берем и добавляем лук. Перемешали. Ай, класс. Все. Вот сейчас пошел аромат детства. Когда бабушка делала зажарку для борща, на сале с луком, я уже стоял возле плиты. Вот так вот с кусочком хлеба и ложкой. Потому что нельзя было упустить момент, когда бабушка эту зажарку отправит в борщ. Мне нужно было обязательно сделать бутерброд зажаркой. Я это так люблю. Просто бомба. А вот теперь, когда вот это вот все уже поджарился, лучок золотистый. Я чуть-чуть себе. Я тебе себе буквально чуть-чуть. Остальное в борщ. Горячо, но вкусно. Переходим к следующей стадии приготовления борща. Продолжаем. Морковочка. Морковка должна обжариться до полуготовности, чтобы она не растворилась, как в плове. Чтобы она имела свой вкус, консистенцию. Да, поэтому мы ее, из нее мы уберем ароматы и немного вкуса. Вот. И все, и снимаем. Теперь мы добавляем перчик. Перчик вот тоже, а мы его не жарим. Мы просто с него возьмем чуть-чуть, чтобы масло с него вытянуло аромат и немного вкуса. Теперь, смотрите, кто-то берет пасту и высыпает, и все обжаривает, перемешивает, да. Мне хочется, чтобы овощи имели свой вкус и не объединялись с томатной пастой. Но я люблю вот вкус обжаренной томатной пасты. Или у вас есть, вы любите свежие помидоры обжаренные в борще. Вдобавок к свекле. Поэтому я это делаю отдельно. Вот так вот, чуть-чуть, пару ложек. Смотрите. И вот так вот обжариваю. И выключаю. Все. Соус дает именно вот тот поджаристый томатный вкус в борще. Мне нравится. Зажарка готова. Дальше у нас осталась еще картошка. Вот сейчас тот момент, когда нужно высыпать уже мелко порезанную картошечку. И теперь можно это все уже подмешать. Добавить чуть-чуть, чтобы оно кипело. Все, подмешали. Пока у нас варится картошка и мясо, мы уже подготовим капусту порежем. Потому что у нас уже все близится к финальному завершению. Как я уже говорил, капусту я тоже люблю резать не длинной, а короткой соломкой. И вот так мы клац, клац. В принципе, у нас уже все готово. Мясо варится, зажарка у нас готова, фасоль готова, лимонный сок, капуста, все. Давайте еще укропчик порежем. Пару веточек укропа оставим для подачи. Остальное порежем для того, чтобы добавить в борщ. Кто-то выбрасывает стебли укропа. Я не выбрасываю. Вот это вот самое ароматное. И в борще это то, что нужно. Я их обрываю и режу отдельно. Потому что я их добавляю немножко раньше. Укроп порезали. Можно натереть чеснок. Пару зубчиков чеснока. Борщ очень любит. Сало и чеснок. Сало мы уже добавили туда в обжаренном виде с зажаркой. А вот чеснок мы натрем и добавим в самом конце, чтобы борщ настоялся. Друзья, помните, мы туда бросали лук и морковь? Вот сейчас то самое время их уже доставать. Поэтому берем вот лучок этот раз. Мы на это потратим минут пять времени, чтобы ее достать. Еще один кусочек. Все, мы достали. Глядя на мясо, я думаю, что оно уже... Все, сейчас мы его попробуем еще разочек. Да, вот мясо уже готово. Пока мы сейчас все туда досыпем, и оно дойдет, оно будет мягенькое. И такое, как нам нужно. Будет сниматься легко с костей, будет мягкое, нежное. Мы начинаем уже завершать наш борщ. Бросаем два небольших лавровых листа. Опа. И брошу штук 15 черного перца и штучек 6-7 душистого. Оп. Бросаем зажарочку. Берем и это все. Все, высыпаем, 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 высыпаем наш борщец. Перемешиваем. Ай, красотень! Уже красиво. Но он не красный еще, потому что у нас стоит свекла еще. Что мы делаем дальше? Зачем у нас лимон? Лимон – это кислота. И когда мы добавляем кислоту, во-первых, останавливается приготовление овощей, замедляется. То есть фасоль у нас уже готова, и чтобы она потом не разварилась, а была целенькой. Нам нужна кислота. Мы берем и добавляем сок лимона. Чуть-чуть, чтобы была легкая кислинка. Мы кислинку должны почувствовать. Вот. Мало. Она должна быть ощутима, только тогда это будет работать. Оп. Все. Вот то, что нужно. Смотрите. И вот теперь мы можем добавлять фасоль. Она не будет развариваться. Это первое, зачем нам нужен лимонный сок. И второе, зачем нам нужен лимонный сок, это чтобы он не потерял цвет, когда мы добавим буряк. И теперь мы можем добавлять нашу свеклу. Добавляем чуть-чуть мощности, чтобы он чуть-чуть кипел. Ай, класс. Главное, не обляпаться, потому что бурячок очень плохо отстирывается. И вот теперь это уже практически борщ. Отличного цвета. Вау. Класс. Сейчас он кипнет. И вот теперь можно добавить капусту. Я капусту добавляю тоже после кислоты, потому что я люблю, когда капуста с хрустинкой. Мы высыпаем капусточку. Капусточку. Идеально. И с капустой угадали, с капустой угадали. Ура. Теперь это все. Добавляем мощности, чтобы это все быстренько вскипнуло. Ой, красотень какая густой. Ох, класс. Теперь быстренько, пока это все у нас вскипает, мы нарезаем вот так вот буквально раз, два. Два кружочка перчика остренького. Лотерейка. Вдруг кому-то повезет. В ложечку попадется. Класс. Теперь самое главное. Берем быстренько, натираем чесночок. И ступку клац к стебле укропа вот сюда раз. Перетираем. Я выдавливаю все их ароматы и масла. Они объединяются. И потом мы вот так вот берем это все. Когда борщ уже готов, мы сюда вот так вот оп. Оп. И перемешиваем. Все, борщ готов. Мы выключаем наш таймер. 85 минут у нас ушло на то, чтобы приготовить кастрюлю борща. Теперь мы это все убираем и подводим итоги. 85 минут у нас ушло на то, чтобы приготовить кастрюлю борща. Глядя на метки внутри кастрюли, почти 5 литров. То есть, где-то точно 10 порций, а может даже быть и больше. Насыпаем, пробуем. У меня слюни текут. Сначала насыпаем погуще. Класс. Вот так вот. Ать. Теперь мы берем. Ать. Я уже сейчас захлебнусь. Я буду есть. На самом деле, я люблю борщ есть изначально без сметаны. Чтобы ощутить настоящий вкус борща. Без сметаны, без сала, без лука. Чистый, вкусный, насыщенный вкус борща. Я буду есть. То, как я люблю. Вы просто приготовьте это и поймете. Это очень-очень вкусно. Так, как я люблю. Я уже есть хочу. Теперь укропчик. Класс, просто. Это вкусно. Это очень-очень. Кто-нибудь хочет борщ? Кому насыпать? Короче, я не могу остановиться, насколько это вкусно. Но мне нужно подвести итоги. Итак, честно хочу вам сказать. Я не знаю почему, но сейчас самый лучший, самый вкусный борщ, когда я либо готовил, получился сейчас. 85 минут у нас ушло на то, чтобы приготовить почти 5 литров борща. Это минимум 10 порций с мясом, с салом, с луком. И этот борщ нам обошелся всего лишь 7 баксов за кастрюлю вкуснейшего домашнего борща. Вы просто попробуйте приготовить этот борщ, и вы будете готовить его именно так всегда. Это очень-очень вкусно. Если разделить это на 10 порций, то одна порция получается всего лишь 70 центов. Я даже не буду говорить думайте, решайте. Вы просто попробуйте приготовить и напишите потом в комментариях, было это вкусно или нет. И я уверен, что это будет вкусно. А потом не забудьте подписаться. С вами был Ирман Щеглов. Канал Время, Деньги, Еда. Готовьте дома, кушайте вкусно. До новых встреч. Пока.